МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже через несколько часов станет известно, как будет называться новое российское оружие. Прямо сейчас выбираем имена, названия для новейших российских систем вооружений. Несколько минут назад на сайте Минобороны завершилось голосование по выбору на звание для нового российского супероружия. Революционно новое российское оружие сегодня перестало быть безымянным. Надежду Савченко задержали в Киеве. Депутаты Верховной Рады сегодня публично, эмоционально и безапелляционно постановили больше не считать героем Надежду Савченко. Сейчас мы переместимся в Киев. Надежду Савченко доставили в управление СБУ. Ранее ее задержали прямо в здании Верховной Рады. Выбор названий для средств утверждения миролюбивости, намерений нынешних московских властей и эпопеи в Верховной Раде Украины с Надеждой Савченко – основные темы новостейных и аналитических программ на всех федеральных каналах России. Напомним, после обращения к Федеральному собранию гаранта нарушения Российской Конституции, вся страна начала готовиться не только к переназначению на должность свихнувшегося на теме собирательства земель Гэбиста, но и погрузилась в кампанию по выбору названий для новых игрушек Министерства нападения России, возглавляемого любителем брать деревянные рейхстаги. Видимо, более важных проблем в стране не осталось. Тем временем в Киеве депутаты Верховной Рады с подачей генпрокурора Юрия Луценко снимали неприкосновенность с Надеждой Савченко. Сегодня мы присутствуем при выявлении еще одного важного элемента внутреннего антиукраинского фронта. Террористический дуэт Рубана и Савченко – это не отдельные эпизоды. Я уверен, что они координируются со всеми другими элементами антиукраинской деятельности. В результате спецоперации, проведенной службой безопасности Украины, бывшая узница Кремля была уличена в подготовке силового захвата власти. Она сотрудничала с кремлевскими марионетками на оккупированных территориях Донбасса, а также с бывшим подручным кума Путина Виктора Медведчука Владимиром Рубаном. Последний оказался за решеткой неделей ранее, когда при попытке пересечения линии разграничения был задержан с целым арсеналом оружия, предназначавшегося для провокации в центре украинской столицы. В итоге Савченко тоже арестовали. По версии следствия, Савченко планировала обвалить купол Верховной Рады, а выживших добивать из стрелкового оружия. Для этого вместе с Рубаном и вывозила оружие из так называемой ДНР. Савченко же утверждает, она просто пыталась уменьшить запасы боекомплекта боевиков. Каждая вывезена мина, каждый вывезенный патрон, я уже говорила про это, это снаряд, который не разорвался по наших солдатах. Посмотрите на монолит этой исторической строительной и чтобы его разорвать, я не знаю, сколько тут нужно заносить тетрадь. Поддержали ее лишь пособники оккупантов, представители оппозиционного блока. Добкин, Мураев, Шуфрич и тому подобные персонажи. Информационную поддержку Савченко оказали также российские федеральные СМИ. С собой на заседание Верховной Рады Надежда Савченко сегодня захватила сумку с теплыми вещами и в ожидании, похоже, очевидного для нее решения откровенно потешалась над коллегами. Специально для них же она недавно выпустила ролик «Траурная одежда», «Тревожная музыка» и тот самый зал заседаний. Баба! Еще! Срабься! Внезапный от страха приступ диареи Савченко обещала коллегам и сегодня в Раде. Утром на заседание комитета принесла гранаты. Судя по всему, угощения были предназначены персонально прокурору. А пока граждане России следили за душесчипательной историей украинской коллаборантки, мимо их внимания прошла новость о повышении налогов для населения. Кремлевские власти расчехлили набор старых идей. Повышение налога на доходы физлиц, введение налога с продаж, повышение НДС и отмена льгот по нему. По словам источников ведомостей, обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. И хотя окончательное решение не утверждено, консенсус по этому вопросу достигнут. Планы повысить подоходный налог действительно существуют и обсуждаются. Признал вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече со студентами Российского экономического университета имени Плеханова. По словам Дворковича, прежняя ставка в 13%, которую работодатель отчисляет от зарплаты каждого сотрудника, это просто одно из возможных чисел. Это число 13 тоже не фетиш. Оно ничем не отличается, кроме того, что оно меньше 14, от 14 и 15. Это просто одно из возможных чисел. Не думаю, что разница между 13 и 15 такова, чтобы люди вот прям все убежали сразу, они из-за российской юрисдикции. Окончательное решение примет президент, подытожил Дворкович. Переназначенному персонажу, который не называет фамилию Навального, тем временем есть из чего выбирать. Помимо повышения подоходного налога, готов план поднять НДС до 22% с одновременным снижением страховых взносов. Это 30% от зарплаты, которые работодатель отчисляет за сотрудника в пенсионный фонд, фонд ОМС и фонд социального страхования. Третий сценарий – ввести торговый сбор с оборота, аналог налога с продаж и отменить льготную ставку НДС, которая сейчас действует для социально значимых товаров, продуктов, лекарств и товаров для детей. Все меры сводятся к тому, чтобы увеличить налоговую нагрузку на население. Обещание Путина ускорить экономический рост, увеличить расходы на человеческий капитал и вдвое снизить уровень бедности оплатит из своих же карманов сами «россияне», из которых более половины получают в месяц менее 25 тысяч рублей, а треть менее 15 тысяч. Одновременное повышение НДФЛ и НДС станет двойным ударом. Первый шаг снизит зарплаты, а второй поднимет цены, поскольку НДС заложен в стоимость всех товаров и услуг. В общей сложности Путину и компании необходимо надоить с населения 20 триллионов рублей. Столько будет стоить амбициозный план, включающий расходы на медицину, образование и инфраструктурные стройки. Выборы прошли, результат достигнут. И программа структурных реформ откладывается в долгий ящик, приоритетом власти, как и раньше остается наполнение государственного бюджета и его последующее освоение. Те налоги, которые установили нам, их не платят абсолютно обоснованно и осознанно, потому что они аморально высокие и более того, они идут абсолютно в пустышку, потому что от того, что я себе насчитал, что при самых больших выплатах я получу фиг да нифига, а мои так называемые деньги превратятся в, по-моему, их называют баллами, ну, по-моему, надо представить туда... Это про пенсию, да? Про пенсию, про мою пенсию. Мне как раз в 30-м будет 60. И я понимаю, что я получу в зубы две буханки хлеба, и поэтому сегодня честно... Две Волги. Да, ну, две Волги это уже была история. Так я сегодня честно... Талон, талон. Потому что только тогда они смогут, по крайней мере, первое, они должны сами платить налоги. Это раз, а не какой работник, потому что ни один сотрудник... Работодатель. Да, потому что сейчас у нас платят только работодатели. Даже в... А самое прикольное, что у государственных чиновников, которым зарплату мы платим с налогов, и с них еще налоги вычитаются. И куда-то отчисляются в черную дыру пенсионного фонда, в которой, как говорил наш друг... А у них специальная пенсионная система. Вы не забывайте. Они понятны, что у них четвертый отдел КПС, четвертый отдел никуда не... там, медицинских учреждений никуда не делся, и магазины Березка у них остались. Четвертое управление. Четвертое управление, извините, абсолютно верно. Поэтому вот этот подход, что давайте мы будем... У нас все стоит на работниках. Простите, у нас стоит на работниках, потому что у нас извращена структура экономики. Вот если бы у нас стояло все, извините, на тех, кто создает средства производства, потому что ни один работник не создает средства производства. И вот до тех пор, пока... Простите, вот мне говорят, вот сейчас вот мы эти 60% обяжем, в кавычки, опять репрессивными мерами платить соцстрах, который никому не достанется. У нас что, от этого появится больше предпринимательской инициативы? Чтобы вы знали, сама налоговая система, уже налоговая служба отчиталась в прошлом году, закрыто 308 тысяч предприятий. Открыто 150. Уже сегодня никто не будет заниматься бизнесом. Мы уже сейчас... Бизнес — это шагренивая кожа в экономике России. Поэтому этими методами четко понятно, куда загоняют нас в Цугундер. Все четко понятно, что надо ложиться в черную, в открытую, в черную. И будем работать только либо в Газпроме, либо, соответственно, в государственных органах. Рост нефть есть. Рост нефть, да. Будем пилить недра, ничего не производя. Потому что только диаметрально противоположными действиями, когда должно расти количество людей, создающих средства производства, в первую очередь, а уже потом должна быть отменена в том виде пенсионная система, потому что она наполняет пустышку, извините, пенсионных фондов. Улыбается Владимир Владимирович на ваши слова, посмотрите. А более того, а когда, простите, я вижу три, у нас фотографии 50 самых красивых зданий пенсионного фонда, простите, можно вернуть эти деньги народу? Дайте, подождите, мы Олегу дадим, поскольку наезд на него, дадим ему... Это не на него, это на подход. Ну, так, на реплике, реплика ответная должна быть. Про 50, особенно зданий красивых. Вот то, что сейчас прозвучало, это как раз вопрос разрыва в шаблоне аптечного сознания. То есть, получается так, наши коллеги, представляющие интересы предпринимателей, удивляются, как же так, почему у них вытирают ноги силовики, почему у них нет никаких прав, почему, оказывается, в стране нет политической демократии, когда в 2000 году запрещали право на забастовку, облегчали процедуру увольнения и притащили закон, по которому только профсоюз, объединяющий более половины работников, имеет право на переговоры с работодателями, а нечего до этого аплодирования. Это устраивало. Нет, выступали на разных площадках. Я хотел бы услышать, чтобы сейчас это была речь о прокуратуре, какой профсоюз, конкретно, прямо, профсоюз в прокуратуре, как он выступает? Закончить свою мысль. Секунду. И, прошу меня, не перебивать. То есть, получается так, что когда тропчик интереса других ради интересов наших уважаемых работодателей, это явление нормальной, прогрессивной, потому что, оказывается, весь материальный продукт дают только работодатели. А работники, они на хлебе сидят на шее. Не сидят? Кто это говорил? Не надо передергивать. Именно так. Такого не было сказано. Не надо передергивать. Разредство производства создают. Простите, Олег, не надо передергивать. Мы сейчас попытаться. Средства производства, работники, 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 не более чем организаторы. А ситуация, когда у нас 1% основных организаторов получает 70% национального богатства. Это кто это конкретно получает? Вы, простите, депутатов Государственной Думы имеете в виду? Это людей в Форбсе, которые, извините, просто присосались к бюджету. Давайте вы сейчас расскажете, сколько мы получаем, люди, которые работают на честном рынке, что называется. 70%! Я готов за шкирку взять любого депутата, поставить его в магазин, в сточку общепита, и чтобы он мне показал, как у нас 70% оседает. Люди работают по 16 часов. Я в 3.30 встаю, чтобы открыть заведение. И я посмотрю на тех, кто рассказывает мне, получая из моих налогов 450 косарей. У нас зарплат таких близко нету. Субтитры создавал DimaTorzok